Боевики обстреляли укрепление наших военных из гранатомётов на Донецком направлении. Огонь вели возле посёлка Опытное. Никто не пострадал. Накануне было неспокойно и на позициях в районе контрольно-пропускного пункта Майорск. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Эта дорога ведёт по купированную Горловку. До города всего лишь 7 километров. На нулевых позициях бойцы чистят и тщательно смазывают оружие. Накануне с ним пришлось поработать. Враг снова нарушил перемирие. Мы первые никогда не начали. Мы сидим, терпим, терпим, надоедаем, уже тогда даем ответку. Солдаты говорят, началось с того, что группа противника подошла к позиции очень близко и открыла огонь. Завязался бой. Сюда ждали адекватно, почти из всего оружия, но не вскрывая наши основные огневые средства. Ну, с помощью справа соседей помогали. Школьным огнем они были откинуты и отбиты. Военные утверждают, днём здесь в основном тихо. Недалеко расположен КПВВ Майорск. Боевики не стреляют, потому что каждый день до 10 тысяч человек с оккупированной территории проезжают здесь. Они направляются в мирную Украину за покупками. Но с вечера ситуация меняется. Об интенсивности вражеского огня свидетельствуют вот эти деревья. Они словно скошены. До перемирия, бойцы говорят, враг открывал огонь словно по расписанию. Как только закрывалось КПВВ, боевики начинали палить из пулеметов сразу с нескольких точек. А вот после перемирия, 5 березня, которое было, так протребилось у нас тут даже до после вчера. После ответного огня вражеская группа отошла, но стрельба со стороны противника продолжалась еще несколько часов. После вчера, то все даже не давали выглянуть зупо, чтобы подивиться, что делается над головами. Только голову высунулся, стреляют уже. Крупнокалиберно кулеметы идут. Час от часа, может, ЕГЭС где-то, на 2-3 пластиковых. Бойцы говорят, перемирие немного связало им руки. На ответный огонь нужно дождаться особого разрешения. Один, два, три выстрела, потом же с пулемета начинают. А мы тишину, чекаем команду, пока нам старший скажет огонь, это будет открывать. Оружие готово, время подкрепиться. Из блиндажа доносится аппетитный запах жареных блинчиков. Здесь командир отделения Александра и санинструктор Ирина готовят лакомства. Кто с чем захочет? Сгущенка, мед, варенье. Бойцы уплетают блины и идут отдыхать. Впереди ночь и боевое дежурство. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер.